отказываться от услуг доктора Эспиноза. Где ты ещё найдёшь такого дельного человека? Артензия, я хотела поговорить с тобой об этом. Внимание доктора Эспиноза меня беспокоит. Что ты хочешь сказать? Понимаешь, мне кажется, что помимо профессионального интереса, у него есть и личный. Ничего себе! А почему ты так думаешь? Ну, я кое-что подмечаю. Вчера, когда я просила Габи извиниться, он сказал... Что? Что он сказал? Говори. Он сказал, что, может быть, Габи чувствует, что он хочет занять место её отца. Здесь, в доме. И в моём сердце. Йоланда, как романтично! Проходи, Франциско. Не стой в дверях. Эстебен, зачем мы сюда приехали? Увидишь, расслабься, имей терпение. Не понимаю, к чему такая таинственность. Я приготовил сюрприз. Зачем ты снял этот номер? Ты можешь набраться терпения? Вот любопытный. Алло? Пришлите виски и четыре бокала в пятьсот одиннадцатый. Спасибо. Четыре бокала? Да, чувствую себя как дома. Что происходит? Жарковато здесь, да? Надо выключить кондиционер. Вернее, надо его включить. Ну, наконец-то дуновение свежего ветерка. После шампанского мне всегда становится жарко. Такое свойство организма. У меня заболел желудок. Желудок, давление, нервы. Расслабься, дружище. Нам уже нельзя терять время. Еще несколько лет и наступит старость. Ты решил устроить здесь переговоры? Сделку века. Но, Эстебен, нельзя же принимать деловых партнеров вот так. Без галстука, в номере отеля. Здесь кровать, джакузи и вообще. Это они. Нет, нет, это виски. Успокойся, не переживай. Проходите. Поставьте на столик. У кровати. Итак, дамы и господа, праздник начинается. Можете идти. Внесите все в счет. Послушай меня, Эстебен. Я ничего не понимаю. Пожалуйста, объясни, что все это значит. Франциско, Франциско! Ты должен жить. Чувствовать биение жизни. Испытывать сильные эмоции. Самые разные. И сейчас ты увидишь мой сюрприз. Ну, давай, пей. Это же почти объяснение в любви. Да. Да. И я хотела бы все это пресечь. Поэтому я сегодня с тобой не ужинаю. Нет, Йоланда, ничего подобного. Ты не можешь меня подвести. Йоланда, я на тебя рассчитываю. Ты же моя сестра. Мне очень жаль, но я уже приняла решение. Но сегодня день рождения Эстебена. Ты же знаешь, что мы будем вчетвером. Я больше никого не звала. Ортензия, пойми меня. Только сегодня и все. А потом... Потом делай, что хочешь. Но ты меня вот так не можешь бросить. Я же готовилась. Ну, хорошо. Только в последний раз. Спасибо, сестренка. Поехали, купим Эстебену подарок. Но сначала я ему позвоню. Я его утром не видела. Алло, это синьора Брисеньо. Да, соедините меня с ним. Что? Его нет? А, деловая встреча. Субтитры сделал DimaTorzok Поздравляю, милый. Что хочет наш юбиляр? День рождения у него. Представляешь, вес куры теперь с головой и лапами считают. А что с ними делать? В мамином ресторане варят бульон из лап, голов и внутренностей. Да, конечно. Хироса мы все используем. Теперь никто даже кожу сам не выбрасывает. Посмотри, детка, что мне подсунули. Кто-то засунул пару лап в брюхо. Это что? Анхелита вчера купил курицу, в которую сунули четыре пары. Два сердца и три желудка. Ничего себе, да? Знаешь, почему так делают? Откуда мне знать, дочка? Чтобы весело больше. Это грабеж. Грабеж. Другими словами, это не назовешь. Да, сеньора, этим многие занимаются. Детка, куда мы катимся? Когда будет лучше-то? Ты сама знаешь, Хироса, вес каждым днем дорожает, а Мегелон так мало получает. Он подорвет здоровье из-за этой девицы. Будь он с тобой, он делал бы то же самое. Нет, не то. Нам с ним не пришлось бы тратиться на еду. Я бы ему помогала, я же работаю. Мама мне платит деньги. Да, детка, это верно. Она гирей повесла на Мегелоне. Она его потопит. Бедняге нужна такая женщина, что поможет ему подняться. А не глупая кукла. Детка, сколько раз я ему это говорила. Но он же ничего не слушает. Ничего. А ну прям как Гилберто. Кто? Мой супруг, детка. Покойник. Пусть земля ему будет пухом. Был таким же бабником. Но я его вразумила, когда мы поженились. Да. Но если честно, он успокоился только после рождения первенца. Неужели? Да, детка, да. Мужчины становятся серьезнее, когда становятся отцами. И Гилберто бросил своих подружек, когда родился ребенок. Дети, это чудесно. Они все такие красивые. Я их обожаю. Наверное, вам хочется стать бабушкой? Да, детка. Но мои девочки еще не замужем. Но скоро вы сможете понянчиться с малышом. Можете не сомневаться. Что ты говоришь? Я знаю, знаю. Господи, от наших соседей ничто не укроется. Я еще рот не открыла, а уже все знают, что Мария Эмилия беременна. Вся корреспонденция лежит в алфавитном порядке. Что такое? Ты меня не слушаешь. Простите, простите, я задумалась. И все сразу трудно запомнить. Я первый день на работе. Простите, ладно? Не переживай, я все понимаю. Что такое?